Сказочно высокие цены – миф или реальность? В редакцию телеканала «Север» обратились жители региона с просьбой осветить тему повышения цен на продукты питания. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Очень дорогие в этом году яйца. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с пендемией, может быть, еще с чем-то. Но рост цен на продукты питания просто возросли в несколько раз. Татьяна Порошкина уже стала своеобразным экспертом. Выбрать качественные и относительно недорогие овощи и фрукты может с закрытыми глазами. Ведь ежегодно для себя и своих близких женщина делает домашние заготовки. Однако в этом году чутье подвело мастерицу. И я решила воспользоваться теми ценами, которые были действительно, будем говорить, что якобы хорошего качества. Но на самом деле из-за того, что я покупала на закрутку не по уцененке, в этом году у меня уже за два с половиной месяца взлетело четыре банки. Претензии не только на сказочно высокие цены, но и к качеству самой продукции. Ведь перед закруткой Татьяна Аркадьевна попробовала овощи и, мягко говоря, осталась недовольна. Организм требует фруктов и овощей, как бы там ни было. Нисколько мяса, а именно тех же кабачков, баклажанов. Посмотрите, 280 рублей обыкновенная трава. Это же кабачки, это трава. И она 280 рублей. Меня, например, как пенсионерку, сращают в этом году цены, которые возросли. Доставка продуктов в наш отдаленный регион в межсезонье осуществляется только авиатранспортом. Навигация завершилась еще в октябре, а зимняя ледовая дорога на Большую Землю из-за теплой погоды еще не открылась. Мы общались с бизнесом, они предупреждали о возможном повышении цен на товары, но это не все товары, это только товары с коротким сроком реализации. К ним относятся фрукты, овощи, молочная продукция, яйцо. Ну и, соответственно, эти товары, которые ввозятся на территорию округа авиационным транспортом, на них, конечно же, возможно повышение цен. Доставка товаров наземным транспортом оценивается в 25 рублей за килограмм, а авиасообщение в 4 раза дороже. Стоит отметить, что основная часть товаров была завезена в период осенней логистики, и цены на нее не повышались. Теперь, что касается продуктов из потребительской корзины, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, цены на некоторые товары выросли. В потребительскую корзину входят хлебобулочные изделия, масло, яйца, сахар, овощи и фрукты и многое другое. По данным Росстата, в Неницком округе максимальный чек такой корзины составляет около 6 тысяч рублей. По словам руководителя департамента финансов Татьяны Лагвиненко, в основном цены выросли на овощи, фрукты, растительное масло. Но в целом все 42 позиции доступны для жителей округа. В целом по Наринмару все продукты присутствуют. Потому что там основные такие, как фрукты свежие, они большие, допустим, разные могут быть. Конфеты, печенье, соль, чай, специи у нас есть. Всегда сыр, яйца. Вот чего-то такого, чтобы не было, по крайней мере, не отмечу. Необходимо отметить, накануне в Государственной Думе были приняты поправки о регулировании торговой деятельности на территории России. Благодаря этому был упрощен механизм государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продуктов. Мы правительству наделили правом устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок до 90 календарных дней. Раньше эта норма была 30 календарных дней при росте в 30% и более. То есть мы как бы ужесточили вот этот режим и дали правительству меры, которые они могут оперативно ими пользоваться. Возможным повышением цен обеспокоен и глава региона. Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту держать на контроле данный вопрос. Даю вам поручение жестко осуществлять мониторинг цен на основные продукты питания. Жестко мониторить и в случае, если вдруг необоснованное повышение цен происходит, бить тревогу и реагировать на это. Мы не должны допустить роста цен на основные продукты питания. В данный момент проводится проверка торговых точек прокуратуры Ненецкого округа. В случае обнаружения необоснованного повышения цен будут предприниматься жесткие меры. Проверка продлится до 31 декабря.